Потребовал Путин сегодня ликвидировать очереди в детских садах. Я помню в начале 2000-х он уже требовал. Это были такие важные требования, особенно когда все эти появились округа федеральные. И вот эти полномочные представители президента понаехали и они требовали, надо очереди в детские сады убрать. Нас это удивляло, потому что под это денег никаких никто не давал. И надо вспомнить, что вот прям ближайшие давайте. Путин подписал закон о единой электронной очереди в детские сады. Это 28 декабря 2019 года. В 2014 году мы читаем одним из своих знаменитых майских указов. Владимир Путин потребовал к 2016 году полностью ликвидировать очереди в детский сад. И в 2014 году он дублирует. Вот видите, что к 2016 году надо ликвидировать. В 2012 году принят майский указ, который требует ликвидации очередей в детский сад. А вы их не ликвидировали, а вы их не ликвидировали. К 2016-му будьте добры. Ну, от Сазиновика опять. Так. И в 2013 году также на встречах с губернаторами, в частности в Вологодской области, он требует к 2016 году ликвидировать очереди. В 2012 году тоже, ну, это собственно сам майский указ, 7 мая 2012 года поручил ликвидировать очереди в детский сад. Да, и ясли, и ясли. Так. В 2017 году на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей 2012-2017, Владимир Путин отметил, мы практически решили проблему с местами в детских садах. Теперь нужно ликвидировать очереди в яслях для детей от двух месяцев до трех лет. Сделать это нужно как можно быстрее. Практически решили в 2017-м, сейчас 2020 год, ВОЗ и ныне там, и ни хера никто ничего не решил, и опять он у кого-то что-то требует. Жуткие дела. Каждый год день сурка. Да, абсолютно точно. Вячеслав Вячеславович, а во Франции есть очереди в детские сады? Вы знаете, есть определенные очереди, надо заранее записываться. Ну, тут очень бюрократическая система. Тут не столько очередь куда-то есть, сколько система определенных записей. Надо вот там, ребенок родился, записаться туда, сделать это, то, пятое, десятое. Тут очень все бюрократично. То есть, если ребенок родился, вам даются три дня для того, чтобы вы его зарегистрировали. Как сумасшедшие, должны бросить все, бежать в мэрию, зарегистрировать. Если за три дня вы не зарегистрируете, то вам придется регистрировать через суд. То есть, вы пропустили срок. И это безумие, с этими сроками здесь жуть какая-то. То есть, это очень они перегибают, конечно. Нашему человеку жутко все это неудобно, потому что на все есть очень небольшие сроки, ограниченные. Надо пойти туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!